всем привет друзья 29 января юбисофт запустил свой авто батлер might in magic chess royal меч и магия королевские шахматы игра бесплатная доступна на пк и на мобильном устройстве ссылка на игру будет в описании к видео в этом видео я покажу механику мы сыграем несколько партий чтобы посмотреть как это все идет на практике для начала можем настраивать свой профиль задавать никнейм выбирать аватар выбирать в данном случае указано знамя но по факту как я понимаю это флаг стороны можно выбрать механика достаточно простая и она хорошо описано в руководстве к игре полученные бойцы появляются на скамье но бой отправляются лишь те кого переместили на доску перетащите бойца со скамьи на доску создайте армии до окончания отсчета таймера мы выкупаем покупаем в магазине существ они у нас появляются на доске мы их перетаскиваем на поле в каждом раунде нас ждет случайный соперник и ваша армия будут автоматически биться насмерть победивший игрок наносит одну единицу урону соперника рядом с вашим аватаром видны очки здоровья если их количество сократится до нуля вы выбываете на старте у нас три единицы здоровья первый раунд идет как бы пробный отнимается ноль очков следующий по одному очку да у вас заканчивается здоровья вы выбываете мы играем в лобби стартуем с 100 игроками бойцы если у вас окажутся три копии одного того же бойца они автоматически обвиняются в 1 2 звездочного бойца каждый боясь принадлежит к определенной фракции определенному классу если класс или фракция ваших персонажей на доске совпадают то между ними образуется синергия но учтите что одинаковые бойцы не повышают ее уровень когда мы нанимаем бойцов у нас есть описание под каждым принадлежит к фракции класса плюс у них различная стоимость и есть в игре синергии когда получаем бонусы за одинаковых существ по фракции либо по классу в этом и чуть дальше с вами увидим и когда мы нанимаем существ нам игра также подсказывает какие у нас уже есть существа учитывает показывает если мы покупаем но существ из магазина синергия на нам сразу подсвечивает здесь снизу и если у нас есть уже два существа такие опять же нам показывают что мы можем его собрать двухзвездочного бойца но более высокого уровня при первом раме связь на двухзвездочный при трех двух звездочных 1 3 звездочного так дальше экономика в конце каждого раунда вы получаете золото золото поступает из различных источников вы получаете 5 единиц за каждый ход еще дополнительно при выживании 2 если попадаете в топ 99 4 если подойти в топ 50 и 6 спадается в топ 10 вы также получаете бонус рубаки в виде 3 единиц золота если прикончите соперника помимо того что здесь описано еще есть в в игре механики когда за синергию синергия допустим северных кланов 10 процентов шанс получить одну единицу после убийства это раз плюс в игре у нас есть заклинания которые некоторые тоже дают деньги заклинания меняются каждые сутки так возвращаемся к нашему руководству уровень опыта повышение уровня дает два преимущества на доске можно разместить больше бойцов лавки появляются более редкие бойцы конце каждого раунда вы получаете одну очку опыта бесплатно также можете приобрести дополнительный опыт за золото если желаете быстрее повысить свой опыт в первом раунде мы стартуем второго уровня и соответственно для по перехода на третьем надо 1 1 единица опыта и последующий с каждой последующей увеличивается на один то есть на переходе на четвертую на на два очка опыта 5 3 и так далее максимальный уровень 10 когда мы повышаем уровень свой то в таверне при обновлении более высокий уровень вероятность получения бойцов более высокого уровня заклинания вы достигаете топ 99 по достижение вы получать доступ к лавке заклинание заклинание это пассивные бонусы их могут приобрести другие игроки так что скорее хватайте то что вам нужно заклинание активных течение нескольких раундов но за золото можно продлить время их действия а также увеличить их мощь когда начинают игроки убивать выбывать открывается заклинание которое можно покупать заклинание разделены на обычные редкие легендарные сначала открываются обычные их количество 60 игроков в лобби больше этого количества и их могут выкупать плюс можно выкупать несколько раз повышая уровень допустим метеоритный удар текущее заклинание она носит урон 250 если мы еще раз его купим он будет уже 500 и так далее 750 возвращаемся интерфейс так то вторую закладочку пропустили информация про бойца бойцы генерируют манну при атаке а также при получении урона когда накапливают 100 единиц манны бойцы применяют выше навык уникальную способность могущественным эффектами бойцы до при нанесении урона при нанесении урона и при получении урона набирают манну при достижении 100 единиц они могут использовать суперспособность или ульту как как его назвать данном случае у гнома это железная наживка провоцирует ближайшие врага получает плюс 10 брони на 2 секунды и соответственно при повышении уровня увеличивается эффективность навыка дальше инструкция так тут нам показывают синергия мы с энергиям перейдем в игре в данном случае 6 фракций северный клан альянс света некрополис непокорные племена лесной союз лига теней и 6 классов бойцов дух воин защитник маг ассасин дракон так и говорим про синергии на есть фракционные синергии есть классовые синергии пройдемся по фракционным синергиям северные кланы за три бойца 10 процентов вероятность получить одно золото после убийства альянс света 4 бойца нужно бойцы альянс света живут еще три секунды после смерти игре всего четыре бойца альянса света северных кланов 6 бойцов некрополис после гибели каждого каждый боец некрополиса вызывает двухзвездочного призрака 4 существа некрополиса в игре непокорные племена после смерти бойцы из непокорных племен урон случайного бойца той же фракции вырастает на 8 процентов 4 бойца при получении урона бойцы лесного союза шанса 15 процентов наносит 150 урона всем ближайшим противником 4 бойца то есть всех существ нужно собрать лига тени в начале боя появляется копии случайного бойца союзника максимум две звезды то же самое три бойца леги теней и теперь к синергиям по классу дух при двух бойцах духа минус 3 брони противника при 4 минус 6 воин два бойца урон воинов плюс 10 процентов при 4 урон увеличивается на 40 процентов и нам тут показывают какие существа опять же к этому классу принадлежат защитник броня всех защитников является на чем лично 4 при 4 увеличивается на 10 маг два бойца минус 10 магического магической устойчивости 4 минус 30 ассасин все бойцы ассасины получают шанс 5 процентов нанести критический урон 300 процентов при 4 бойцы ассасины получают шанс 20 процентов нанести критический урон 300 процентов и дракон начинает действовать от одного бойца любого дракона покупаем начале боя дракон дарует 40 единиц манны ближайшим союзникам активно при наличии лишь одного дракона очень мощный бонус сразу появляется если в таверне дракон покупаем ставим вокруг существ получаем в начале боя 40 единиц манны и соответственно ульту они используют раньше так характеристики бойца давайте посмотрим что у них есть есть показатель здоровья есть показатель брони есть магическая устойчивость урон скорость атаки урон секунду дальность атаки но это манна приятное пополнение маны при атаке при защите тип атаки и соответственно супер способность так но это не так важно мне кажется это уже если будете сами играть вы возьмете и полистаете опять же существа они отличаются по цвету выделены беленькие простые потом в необычные потом необычные редкие эпические легендарные дракона вот у нас золотые легендарные более высокого уровня соответственно имеют больше здоровья больше урона заклинания меняются у нас каждые 24 часа и не всегда они полезны я когда первый день играл это было 30 января в были такие заклинания которые были очень ситуационные и практически не влияли на исход боя я их не использовал вот сегодня в эти посольки заклинания метеоритный удар каждые 7 секунд на случайно противника падает метеор наносит ему и ближайшем цели 250 урона магического очень неплохо орда шанс критического удара ваших бойцов повышается на 10 процентов из начале боя у вас больше войска чем у соперника но тоже ситуационный то есть скорее всего это будет редко метки глаз ваших дальних далее вот так как дальнего боя шанс здесь процента прогонировать броню опять же механика не расписано показатель брони что на что он влияет не очень понятно утренняя тишина каждый раз при гибели одно за же бойцов шансы 50 процентов на всех противников накладывается на немата на 2 секунды принципе неплохое 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 заклинание все просто точно большой если у нас в середине игры будет 67 существ то то есть за весь бой два-три раза накладывается немота немота это запрет использовать высших способностей легендарный урон ваших бойцов повышается на 130 если у них осталось меньше 10 процентов запаса но наверное не очень полезно если меньше 10 процентов лишь удар он умирает оглушение оглушенные противник также получают 150 единиц магического урона ну опять же это надо с оглушением это ситуационная вот метеоритный удар очень неплохо идет так давайте сыграем будем смотреть сразу на примере кто-то Сразу дают нам сборочку. Противник даже не выставлял. Правильно, первый бой можно не выставляться. Получаем опыт 1, повышаем уровень. Выкупаем остальных. У нас как раз 3 часа можно выставлять. Гном нам дает первую синергию. Защитник плюс 4 брони. И дриада отличный суппорт. Стрелок плюс регенерация. Мастер меча неплохо. Единственное, что у него белка не работает. Суперспособность. Но получить на ранней стадии такого танка, это очень хорошо. Так, можем здесь под синергию взять и здесь под синергию взять. Снижение защиты. Повышаем уровень. Можем только одно существо взять. Давайте так усилимся. Тут три гладица второго уровня. Следующий раунд народ начнет выбывать. Противник и синергию на гномах. 5 раз, два. Только одно существо мы можем взять. Так, синергию духа минус защите противника. Народ начал выбывать. Доступна покупка заклинания. Если мы его сейчас выбьем, получим три золота дополнительно. Это очень хорошо. Хорошо. Покупаем всех. Смотрим, что тут нам за синергию мы можем получить. Так, дряда у нас уже одна есть. Можно это взять неплохо. Валькирия под гнолов. Тоже хорошо. Еле-еле победили на тоненькую. Дракон есть и маги. Так, берем огненный шар. Дриаду под триплет. Синергия валькирия можно в принципе. Адепт хороший хил. Не расставился от метеора, получил урон. Больше, чем мог бы. Повезло, что выжили. Так, надо взять метеор второго уровня. Это мало осталось. Это нам и повысит уровень метеоритного и продлить действие заклинания еще на один раунд. Так. Так. Опять же не расставился. Меня, правда, за это не наказали. Так, такой у нас есть. Усилили энта. Еще можем вот этих мы собрать. Так. Да, он не разошелся и получил половину хп. Улетела у него метеора. Лич крутой. Будут орки. Да, плохо. А к сценарию, что мы можем еще включить. Ладно, берем вот этих. Смотрим, что есть еще. Объединение. Лич. Хорошо. Так, ну гнулов сливаем. Гарпи очень крутая белка. Она дает урон из ниоткуда. Когда наступает, набирает ман, но он наносит урон дальнему, потом возвращается и это получается безответно. Можно взять гидру. Но я думаю, что мы сейчас можем собрать кого-нибудь. Да, лича мы взяли. Раз, два. Вот это уже танк слабоват. Хотя пришел второй. Дракона купим. Еще цикла повозьмем. И в некров надо идти. Не везде тащат. Восьмой уровень. Дракончик. Этот для меня посимпатичнее. Должна растаскивать. Так, кого мы идем? В принципе, теперь надо набирать существ. Ассайсинов нету. Можно хила менять на привидения. И будет у нас обилка нежити. Тут ассайсины полностью собранные. С усилениями атаки всяких. Надо либо вампира находить. Либо привидений второй уровень вести. Так, это нам не нужно уже. Ампер хорошо. Так, паучка мы собрали. Заклинание, что у нас тут доступно. Оглушение. Три человека осталось. Так, вот это вот немота. Покупаем. Лича берем. Вампир нужен тоже. Да, у нас два лича, да? Можно собрать их. Сейчас мы выиграем только за счет обилки нежити. Призвание призраков. Берем вампира. Призвание призрака продали. Первое вселили, соединили. Призвание призрака продали. Первый ранг получили. Даже десятый уровень не вышли. Это Х finger не видно. Ты достижий. Берем. 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 Остар. i'м。 А. и верхний. Ах beела . пока синергия вот у нас есть снятие защиты минус 3 брони так 3 у нас есть давайте ловил идем и берем еще одно существо гарпии очень опасны нам надо быстрее их убивать на тоненькое выиграли повезло самом деле берем гнола продажа существа по такой же цене идет так ряда у нас уже есть к нам есть очень крутой дракон нам по 40 манны вначале дает одни стрелки сейчас хорошо бы победить мы получим тогда бонусные так это есть ответ это есть все трусищества у нас есть в дубле принципе так новых мы наверно не будем собирать четыре существа двух звездных надо какие-то синергии добавлять так тут можно танка включить тут можно тут атака есть метеор покупаем на белка защитника у нас работает метеор нам затащил игру надо сейчас духа второй уровень выходить искать ассасины всегда большую проблему для меня составляют нт неплохи еще кого-то придется продать а 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 продлеваем усиливаем заклинание так я подключил белку лиги теней с вампира докупим будет у нас обелка ассасинов не хочется никого покупать это неплохо развалил метеором его противника это неплохо это неплохо это неплохо так дракона уберу лига теня белку до собирать следующий уровень я не буду на белку ассасина подключил больно имбовые гарпи и можно поменять танка ассасины 5 уровень видимо очень высокого уровня существа раз мало их а к этому продаем этот круче можно взять орка будет расовая белка орков работать можем принципе себе это позволить масса еще запинаем их надо в некрах выходить иначе мы не выиграем шестой уровень в некрах так тишину беру валькирия трехзвездочные существа да вот некра меня развалили а седьмой ранг зарабатываем принципе неплохо старт был не очень сильный а как а Продолжение следует... 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 Не успел поменять... Надеюсь, что Мэй справится в этом бою... Я долго думал, так бы выиграл бы... Уверен, поменял бы... Поставил бы дракона, выиграл бы... Ассасины... Еще один красный дракон... Продолжение следует... Продолжение следует... Красного берем... На тоненькую... И можно Ассасинов выстоять... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пока что так... Через вампиров... Через нежить это сильно... Продолжение следует... Продолжение следует... Ассасины... Урки... Продолжение следует... Что я тут могу сделать... Самому через Ассасинов сыграть... Седьмой ранг... Ассасины... Нежить... Самая сильная стратегия... Пока... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, понятно, берем гарпию, наверное, орка, потом добавляем гнола, сразу же будет синергия по атаке, синергия по расе. Продолжение следует... Гарпия, вампир очень хорошо, сразу синергия ассасин. Валькирия, синергия воина. Ну, тоненького. Так, ну лучший вариант это level up плюс вампир. Валькирия, синергия. Опять же, каждый бой на тоненького. Так. Так. Можем гарпий поставить, можем гнола. Наверное, было гнола все-таки правильные места. Валькирия. Валькирия поставить. Рассовые синергия больше дала. Рассовые синергии. Валькирия. Все тут триплеты. Да. Метеор мне. Выиграл бой противнику. У меня при этом оставалось лишние монеты. Надо было просто расставиться на старте. Валькирия. Валькирия. Срочно нужен триплет. Валькирия. Продолжение следует. каждый на пределе не дают ни с одним хп никого хорошо 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 ни одного выбывающего не дает калькири отказываемся проиграли проиграли теперь самое время три плита собирать ну вот наконец дали противника с одной жизнью две гидры с атакой вампир выиграл бой ассасин и 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 в некров красный дракон хорошо еще один красный дракон пару синергии разбил ну ладно архангел танк неплохо морков можно уже менять синергия по ним разбита на 5 вампира вытащил шестой уровень ассасины так танк один танк 2 от маги играют неплохо зимой уровень метеор так это уже нету можно выставлять поменять вампира надо костяного девятый уровень тоже тут все у него а 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 выиграли за счет опять а 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 так надо не могу купить это убираем вставляем все энергии на снятие защиты хотел дракона кастанова поставить немножко не дотянул но драконом поставил выиграл бы скорее всего но дракона и и и и Ну, берем. Сразу все энергия и сразу второй уровень существа. Это очень сильно. Может дать нам сильный старт. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Думаю, что неплохо получится... Атакеры... Целитель еще один... Дракон адепт... По-моему, очень хорошая комбинация на текущий момент... Могу быстро... В уровень уйти... И там искать... Более сильных существ... Нужны мне защитники впереди... От метеорита... От метеорита оставились... Продолжение следует... 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 Мы вроде выигрываем. Ассасины. Это всегда опасно. Метеорит отлично зашел. Продолжение следует... Седьмой уровень. Опять же, дракон, ассасины, орки. Давайте метеорит усилим. И в кучу встанем. За счет метеорита выиграли. Так, вампиры берем. Метеорит расставляемся. Тут будет рерол. Опять он куча стояла. Метеорит его покосил. Мне нужно леча или костяного дракона. Один остался с тремя. Не отыгрывает от метеорита противник. Ну, вроде параметрами не очень сильный. Пиры берем. Адептов, наверное, тоже. Надо третьего представителя некрополиса искать. Двенадцать побед подряд человека. Двенадцать победит. Двенадцать победит. Субтитры сделал DimaTorzok. ловец надо брать если вы видим второй уровень с вампиром будет у них белка ассасинов ассасин 6 уровня не очень высокоуровневые существа макс сколько у нас вампиров один да мы уже не соберем мне кажется до 1 на 3 звезды на нормально помогло ему это тут ассасины 20 процентов крита с этим он убиться опять этим ассасином так это белочка нужно нам надо хил добить дракона восьмой уровень что можем собрать драконы нам дадут что-то думаю что особо нет ничего не дадут ассасина бы собрать было бы хорошо вроде затащили да вот взяли мы еще один первый ранг на этом я думаю достаточно вы уже получили представление об игре можете для себя решать понравился она вам или нет играть в или нет пишите под видео комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи всем пока